Причины частых задержек авиарейсов объяснили в Министерстве транспорта. По словам заместителя главы ведомства Толгата Ластаева, рынок авиаперевоза к стране ежегодно растет на 20-25%. Подобная интенсивность увеличивает количество инцидентов, когда самолет задерживается на несколько часов, рассказывает Ластаев. Кроме того, он говорит, что в августе, пиковом для авиакомпаний сезоне, они столкнулись с градом и ремонтом в аэропортах. Воздушным гаваням приходится работать только днем, что способствует задержке. Вице-министр также добавил, что избавиться от проблемы не получится, потому что это вопрос безопасности пассажиров. То есть сами задержки, как я уже говорил, они были, есть и будут. В любой самой развитой стране есть задержки, потому что в первую очередь это вопрос безопасности полетов. На неисправном воздушном судне никогда и ни в каком случае нельзя лететь, независимо ни от чего. То есть, как правило, это техническая причина. Первая причина этих задержек дальше идет по цепочке. По словам Ластаева, в прошлом году были ужесточены требования к авиакомпаниям в случае задержки рейсов. К примеру, были введены уведомления на случай опоздания. При этом вице-министр транспорта рассказал, что прорабатываются дополнительные меры ужесточения в отношении авиаперевозчиков. Однако он отмечает, что подобные действия не должны давить на авиакомпании, потому что в проигрыше будет именно потребитель. Должны понимать, то есть звучат какие-то предложения по увеличению штрафов, по увеличению каких-то дополнительных, значит, каких-то там ответственностей и так далее. Здесь еще раз первое, избегаем давления на авиакомпании в ущерб безопасности в полетах. Второе, мы должны понимать, что эти расходы они положат на стоимость. У них других видов дохода нет. То есть источник их дохода это стоимость. И в итоге эти штрафы лягут на пассажира. Продолжение следует...